Всем привет! Мы опять с вами. Как и обещали, вернулись через неделю. Маргарита там кормит. Водички не было? У нас все хорошо. Что у нас новенького? Какие у нас новости? Особо ничего не случилось. Кстати, мы на каникулах. С сегодняшнего дня. Какой сегодняшний день? Даже не с сегодняшнего, а уже с субботы, да, считай? Сегодня 11-е, по-моему. А, сегодня 11-е, да. 11-е апреля. Две недели у нас каникул. Все дома. Ксюночка там лежит. Еще не вставала. Недавно только проснулись. Время 11, да, Илюш? 12. 12 почти. Ну, в общем. Мы на каникулах спим. Поздно ложимся. Поздно встаем. Поздоровайся. Вот. Филюша. Вчера ему исполнилось 7 месяцев. Этому кабанчику. Ты кабанчик? Большой. Папа наш на работе. Вот такие дела, ребятки. Как в это играть нужно? Кубики? Кубик, да, сюда надо кидать? Да. И потом, кому какое число попадается, столько ты вот так вот зажимаешь, да? Да. Кто первый закончит, тот выиграл. Да? Да. А кубики где твои? Принеси кубики, будем играть. Ты уже куда-то собралась, я смотрю? Оделась уже. Проснулась только недавно, уже все сразу оделась. Нужно на улицу идти. Солнышко сегодня тепло. Маргарита у нас ездила куда-то на море, скорее всего. У нее лицо загорело. Вот она так на улице погуляла. Ну, вчера вообще была красная. Давай. Вот так вот нужно кидать? Три. Я могу, какие хочу, да? Филька тебя, что ли, атакует? Три опять. Блин. Пять. Четыре. Еще одно. Пять. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, что у нас новое? У нас телевизор новый. Нам подарила бабушка с дедушкой. Лео, родители. Вот. И теперь старый телевизор мы не выбросили. Он стоит у Ксюши в комнате. А? Тебе не выбросить? Ага. У нее на полу там стоит. На полу. Да? И все уже? Да. Пять. Солны, смотри, идешь. Раз, два, три, четыре, пять. Видишь, как прыгает на нее. Опа. Да. Да. Он особо не бегает, да, я заметила? Раз, два, три. Тюма, иди сюда. Пять. Боник, где киса? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ксюнчик, давай вставай. Ксюнь, она сегодня со мной спала. Ксюня. Будь здорова. Вставай давай. Нет. Давай вставай. Нет. Двенадцать часов уже завтракать надо. Филиппок. Ох ты какой. Давайте, давайте играйте. Мячик хочешь играть? Ну давай. На Фильку ты не прыгай сверху. Сейчас прыгает на ней. Ты видел? Не поймал. Давай, 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 давай. Опа. Ксюша, кстати, Ксюш, они ночью по тебе два раза прыгали. Ты не чувствовала? Нет. Они тут на диване играли ночью. И по Ксюше прям, прям топтались по Ксюше. У нас на старом телевизоре появлялись какие-то белые пятна. В общем, наверное, штук десять было. И, в общем, это наша бабушка с дедушкой подарили нам телевизор нам. Вот так вот кумыркается. Ничего себе он. Так, ну что, дети мои. Все дети в сборе. Никого не нужно будить с утра, вставать. Будем обедать? Да. Все, хватит. Колбаса укатилась. Макси, колбаска укатилась. Макс, встань, на. Это моя колбаса. Да. Может, вы в школу все-таки пойдете, а? Что-то я уже боюсь. Две недели с ними дома. Амонгас, что ли, это? Дадечка. Нужно порезать или. Так, хлебушек я уже в духовку. Вот он там сейчас испечется. Эти булочки уже готовы. Просто их нужно минут десять в духовке согреть. Все, колбаску я нарезала. Мы купили вот такой вот лед замороженный. Он в пластиковой оболочке. В общем, потом его просто нужно бросать в сок или еще куда-то. Помыли и бросили. Пока, мам. Пока. Будет охлаждать. Потом опять. Вот только лед растает, опять в морозилку и все. Хлебушек готов. Вот такой вот он вылез из духовки. Грустящий, поджаристый. Ты какой будешь чай? Холодный или горячий? Нашла, Маргарита. Тогда оставь. Вот этот вот новый оставь. Этот сюда. Раздоели. Это новый. Тут тоже мало, да? Ну, хватит. Вот этот сыр очень вкусный. Покупаю. Я новое купила варенье. Есть клубничное. Есть абрикосовое и малинка. Есть муторая. Малина? А, и мутелла есть точно. Да ладно, они еще даже не открыли. Как так? Это я купила, знаешь, когда? В субботу. Два дня стояла, никто не тронул. Завтрак, обед. Сразу. Стаканчики укусы. Нет, я буду горячий чай. Так, сегодня я хочу немножко прибрать на улицу. Убрать вот эти все сухие веточки, листья, мусор. Кустик начинает свисти, цветочки. Вот, и оторвался у нас. Был сильный ветер, оторвался. Нужно зашить. А здесь вот очень сильный ветер у нас был на прошлой неделе. Зашить и закрепить. Вот, вот так вот берешь. И вот эту вот всю ерунду. Ксюша, надо выдергивать все. Сень, вот это вот сорняки. Это сорняки. Для зайчиков. Для зайчиков у нас нет зайчиков. Да, но тут нет. Тут с корешком надо. Перчатка не залазит. Все надо вот так вот. С корешочками. А я пока что ничего не сделала. Получается? Прости. Сорняки вытаскивать. У меня какая-то одна штучка была. Специально для этого. Я не знаю, где она. Чтобы с корнем выдергивать. Все эти сорняки. Вот так вот нужно ее в землю. Дайте покажи. Вот так вот ее прям под цветок. И потом начинаешь. О, букашка. Немножко вот так прокручивать. Видишь? И он выдергивается. Видишь? Вот так вот. Скоро лето. И только куст начинает осыпаться. Потому что сейчас будут расти новые листочки, почки. И он скидывает желтые листья. Вот этот вот куст тоже мне не очень нравится. Я бы, конечно, такой бы не сажала у себя во дворе. Видите, как он пачкает. Здесь вот камушки лежат. И сверху осенью сыпятся все эти листья. Высыхают. Это все чернеет. Я не знаю, как это все очищать. Потому что, знаете, так вот по одному сидеть, выковыривать это, конечно... Вот так вот. Это же невозможно. Просто я не знаю, как. Как можно это вычистить все? Смотрится неаккуратно, некрасиво. Изначально это было, конечно, все аккуратненько. Но потом, когда наступает осень, зима, это все очень сильно темнеет. И, я не знаю, нужно менять камни. И потом опять их поменяешь, это все осыпется. Опять будет все черное. В общем, я не знаю, как это все почистить. Начинаю готовить ужин. Поставила вариться картошку в мундире. Брокколи. Так, еще у меня есть куриные крылышки. Хочу замариновать. И потом в духовке. Вместе с картошкой. В общем, вместе с овощами. У меня растет вот такая вот роза домашняя. Дикая, как ее называют. Дикая роза, наверное. И она у меня цвела. Больше не цветет. Мне так кажется, что ее нужно где-то как-то обрезать. Чтобы она опять цвела и давала. Были цветочки, они отцвели. И вместо них, видите, вот эти вот новые листочки выросли. Мне кажется, нужно делать это по-другому. Насколько я знаю, розы обрезают. И потом они начинают опять цвести. Не знаю, поздно или нет сейчас. По-моему, их уже в начале весны, по-моему, нужно было обрезать. В общем, я найду видео, посмотрю. Потому что я хочу, чтобы она у меня цвела. А она только, видите, новые веточки пускает. И больше ничего. Розу я почистила, порезала. Сейчас я ее заливаю сливками. Специями. И все. Это у меня будет в духовке готовится. Здесь тоже отварила брокколи. Вот так вот целую сразу вылью. Сколько здесь, 500 миллилитров. Это я. Ух ты, тяжелая. Убираю в духовку. А курочку я буду отдельно готовить, потому что она будет дольше. А тут уже все готовое. Просто оно немножечко должно поджариться. Все. А здесь у меня будет сейчас курочка. Вот она у меня уже замариновалась. Я ее сейчас перевожу сюда. И все. И вот так вот. Ты скучно, что ли, со свечками играешь? Я обладаю сюда. Так. Наш папа уже приехал. Газон стрижет. Пока погода хорошая, это будет дождик. Потом, по-моему, в конце недели передают дожди. Все сегодня занимаются своими газонами. Я так и не зашила. Не повесила наш тен. А здесь кортито. Девчонки опять хотят поставить батут. А это хочешь большой купить? Его сюда поставить. И половину газона занять, да? Да. Мы же все в этом не используем. Мы ничего не делаем. Никогда так как бы у них. И в том декорации у нас готов. Вот что получилось. Картошечка с брокколи, со сливками. И курочка. Салатик нужно еще. Салатика не хватает. Мы поужинали и поехали кататься. На скейтбордах. И на самокате. Кто на самокате едет? Ну, посмотри. Ты что сделал? Это банк. Я не буду. Пишу, как шапки едем одеть. Почему? Потому что это так странно выглядит. Хотя бы шапку сними. Просто капюшон. Ксюша. Шапку снимем. Проходи. Тебе не будет холодно, Ксюш? Нет, не будет не холодно. Без куртки. Она без куртки пошла. Никого здесь нет. Мы одни. Осторожно, Каролин. Она любит кататься, когда никого нет. Если кто-то здесь катается, то всё, она не хочет с ними. То ли боится, то ли чё. Эти штаны, которые сейчас на Ксюше, это Маргариты штаны. У Ксюшки были такие же, но они и маленькие. И я, Маргарите, обрезала вот эту нижнюю часть. Она была... Это крошка? Наверное. В общем, там внизу было на резинках. Я их обрезала. Так удобнее, так больше нравится. Как тут вниз ехать? Не знаю. А так страшно. Они как-то проезжают. А твои такие штаны Каролине не подойдут ещё? Нет, пока что. Большие, да? Где-то, может, на следующий год. Через год, через два. Вот тут папа играет с Максом. Футбол. Папе после работы только в футбол ещё играть не хватало. Ну-ка, гол забейте ей. Гол! Гол! Когда будешь ногу ставить, немножко вперёд. Давай раз. Два. О, молодец! Давай ты теперь. Давай теперь ты. Нет. Нет, говорит. Боится. Вот. Ксюша, давай. Видишь, она попробовала раз пять, у неё теперь получается. Два, три. Нет. Оп, шпагат. Вот, видишь, нормально всё. Ты бы сейчас поехала. Ты зачем ногу? Потому что я бою. Раз, два, три. У-у-у, браво! Наконец-то, Ксюша, решилась. Видишь? Что, выключили свет? В десять часов отключают. Пойдём домой. Покатались, накатались. Ну чё? Не накатались. Нормально? Не страшно теперь? Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё. Всё, все влюбились спать. Филька ходит. Ксюша кровать стелет. Ксюша теперь со мной спит. Потому что папа у нас рано утром встаёт на работу. И ложится рано. Мы ещё допоздна сидим. Сейчас уже 12 часов ночи. Поэтому, чтобы ему не мешать, он спит у Ксюши. И Ксюша со мной. Ну что, ребятки, будем прощаться с вами на сегодня. Всё, место заняли. Ну, в общем, у них сейчас будут игры, как всегда, перед сном. Мы уже будем отдыхать. Ну, ребят, всем пока. Увидимся в следующем влоге.